Всем ребят привет! А также гостей и подписчиков моего канала С вами Александр и на канале вы поиск 63рус Сегодня у нас будет очередной коп Коп у нас будет по старине Находимся мы на старой деревне Копаю я сегодня один Чуть попозже подъедет еще одна семья Молодая семья только недавно стали заниматься этим Благодаря моим видео они приобщились к этому делу Молодцы! И сегодня хочу вам сделать небольшой анонс Того что хочу открыть новый проект Этот проект будет связан с моими находками А также будут призы Немножко я покумекаю как это все еще сделать И в конце копа я вам расскажу про этот проект Будет довольно таки интересно Если у вас есть желание Поучаствовать в этом проекте Оказаться победителем, призером Советую вам досмотреть видеоролик до конца И там вы все узнаете О моем новом проекте Ну а сейчас Всем ребят, привет! Сегодня у меня вот такой вот необычный будет видеоролик Вступление связано с недавно выпущенным видеосюжетом По поводу того, что у меня ровно год назад Ютуб банил из-за предыдущего видеосюжета Где я разыгрывал на копе непосредственно царские монеты И получил много от вас комментариев Которые бы хотели, чтобы этот проект У нас был в силе То есть, чтобы я его оплатил И знаете что? Хочу вас попросить Если вы действительно заинтересованы в этом проекте Поставьте пальчик кверху Если же этот, вот именно этот видеоролик наберет 1000 лайков Это будет означать, что вы хотите именно продолжение шоу И я попробую на свой страх и риск Снова запустить этот проект халявы И на копах осуществлять розыгрыш монет То есть, когда я выкапываю монетку царскую первую Эта монета будет у нас именно разыграна между подписчиками Но сейчас хочу от вас узнать Стоит ли мне вообще заморачиваться по поводу этого шоу Так что вот так Вступление я сделал И будем смотреть продолжение видео Которое вы в принципе включили А я так просто влез Чтобы у вас оповестить о моих планах Ну и все, продолжаем Смотрим дальше Итак, ребята, сделаю небольшое вступление Для тех камрадов, которые часто мне пишут в комментарии Спрашивают, с каким прибором ходишь Отвечаю, хожу с Macro Racer Это производство Турции Также встречаются очень часто вопросы Довольно-таки уместные С какими ты настройками ходишь Вот и покажи их Сейчас я вам хочу показать Свои настройки, которые я делаю Думаю, это будет всем полезно Потому что настройки здесь действительно Немножко специфические Но в основном одно и то же на всех металлоискателях Так что сейчас я покажу Все подробное расскажу Итак, в первую очередь На заднем участке блоковой батареи Включаем мы прибор Он у нас включился Поставлю режим Хожу я на втором режиме Затем На этом режиме Я осуществляю балансировку Балансировку каким способом Нахожу чистое место Тунглер сзади у нас вот имеется Я его отжимаю от себя Появился фон И начинаю откачивать Правильно откачка осуществляется Таким способом Чтобы произошел звуковой сигнал И на табло В данном случае у нас 51 Не было никаких изменений В большом диапазоне То есть должно как минимум Отходить на 1, 2 В данном случае, как вы видите 51, 52 Балансировку мы осуществили Затем я делаю настройки Это у нас чуйка Делаю его до Последнего предела В данном случае Получилось у нас 99 Но как вы видите и слышите Получился у нас Вот такой характерный Фон И этот фон Я убираю При помощи также чуйки Убавляю до тех пор Пока он не пропадет Все, достаточно Следующее Это у нас дискрим В данном случае Показывает все металлы Черные 10 Но я всегда делаю Как бы на 20 или 30 В зависимости от замусоренности Площадь, которой Неохота копать Я делаю в основном 30 Но Как вы знаете Можно пропустить и золото Так что рекомендую ходить Как минимум Либо на 10 Либо на 20 А следующее Что мы делаем Так Трессинг Это у нас Настройки Балансировки Я всегда делаю Чтобы Хоть я и сделал Балансировку грунта Я выставляю Один Это для того Чтобы Автоматический Прибор Осуществлял Балансировку Если мы меняем Какое-то место Поиска Следующее Это у нас Обычные Звуковые сигналы Подсветки Вибрация И я думаю Вам это не нужно Ну и все Прибор готов К поиску И сейчас мы Идем На поиски Старины Реликвий Надеюсь Информация была Полезной Все Смотрим Итак Ребят Прошел я Всего-навсего Где-то Три метра Был сигнальчик И выкопал Вот такую Вот Шмурдятину И это у нас От золотого ключика Был вот такой ключ Ладно Пошло дело Странно то Что его никто здесь не выцепил А я его вытащил Потому что всегда Когда приезжают люди Здесь вот машину ставят Где моя стоит Включают прибор И сразу на этот бугор И никто его не нашел Хоть он и медный Не знаю почему не достали Но я его выцепил Ну ладно Продолжаем Итак Очередной сигнал Вон моя ямка Немножко поднялся Был сигнальчик плохой И вот смотрите Что выпало Ай-яй-яй Такая тоненькая Смотрите какая Красивая Штучка Красота Ой какая прелесть Вот такая тоненькая штука Макрорейсер Цепляет на нет Вообще Макрорейсер Мелкие вещи Даже с такой большой Катушкой Видит отчетливо По чешуе Вообще будет здорово Ловить Если она есть Вот такая вот Зачетная Вещица Божья матерь Классно Ну все Продолжаем Свой путь На холм Итак ребята Если так дело и пойдет То я наверное скажу Что это место Совсем не бито Два метра прошел Был сигнальчик И вытащил Вот такой вот обломок Пригляделся Это Центральная часть Креста Вот такая зачетная Вещица Видно что это Латунь И по силуэту Это наверное Все таки был Крестик Лепесток На обратной стороне Проглядывается Надпись Честному кресту Молитва Как говорит Один царствуем Небесный батюшка Если ты крест Поднял На нем написано Спаси И сохрани Ты его Спас И будь добр Сохрани Будем придерживаться Этой традиции Пусть и обломанной Мы его все равно Забираем Ну а так Продолжаем Продолжаем Итак Очередной сигнал И вот смотрите Как красиво Выпал Я его Глазами увидел Вот он Красавец Лежит Ай какой хороший Это у нас Снова крест Целый Смотрите Ух Какой мощный Вот такой Зачетный крестик Мужской Нательный На обратной стороне Тоже у нас Как и на крестики Лепестки Имеется надпись А честному кресту Вот такой вот крест Ладно Продолжаем Между прочим Все это Где-то в радиусе 50 метров Я вон видите Даже не могу Отойти от машины Сигналы все Идут И идут Фух Классно Продолжаем Итак у меня Очередной сигнал Вот этот камушек У нас Звенит И проглядывается Смотрите В замерзшем каменьке Часть креста Сейчас вместе с вами Мы будем Так Вот он Крест Обломанный Рельеф Вообще классный Жалко без уха Но все же Это у нас снова Мужской Нательный крест Ладно Продолжаем Сегодня Как-то получается Без монет Но Все с крестами Продолжаем Итак Долгожданная У меня монета Но монета К сожалению Меня не радует Тем что Вот она у нас Вот такая Выпала Малюсенькая Хоть деревня Древняя Но Копейка Как вы видите 1961 года Вот из такой Вот ямина Я его выкопал Вот такой Здоровой Катушкой Так что Катушка Себя Очень хорошо Зарекомендовала Даже на мелочевке Ну что Продолжаем Не переключайтесь Итак Ребят У меня приехали Гости А супруга Молодая Дэн Вон И вон Девочка Его Отдал я им Прибор Свою Аську Чтобы Не было Скучно И у меня сигнал Смотрите Что выпало Я сначала Думал Ойкнул Вот отпечаток Еще такой Остался От него Сначала Сердце Ёкнул Думал Рыжье На самом деле Смотрите Что Непонятно А Ну понятно Что это такое Это у нас Часть Створки А это Наверное Все таки Позолото Здесь Вставлялась Фотография Вот такая Вот интересная Штучка Интересно То что Смотрите Рисунок Такой Имеется В центре Похоже На щит Вот такая Вот вещица Попалась Ладно Ладно Продолжаем Копать Сигналы Хорошо Идут Сигналы Семейный Подряд Итак У нас Поднялся Небольшой Ветерок Не знаю Будет мешать Нет У меня Очередной Крест Сегодня Просто Крестовый День У меня Очередной Мужской Нательный Вот такой Вот Целый В принципе Бодренький С ушком Ну что Говорить Сами Все Видите Это уже Какой Четвертый Крест Ладно Ладно Забираем Там у нас Дэн со своей Супругой Итак Ребята Сейчас у меня был Такой нюанс Был сигнал В старой Ямке Выковырял Все из нее И выпал У меня Вот такой Очередной Крест Это уже Наверное Пятый Крест За сегодня Вот такой Вот зачетный Тоже С ушком Тоже Мужской Нательный Да На монеты Здесь Место Выбито Но Как вы Видите На кресты Полное Обилие Обилие Наход Особенно Крестов Дэн со Своей Подругой Пытаются Что-то Найти Но Пока Безрезультатно Ну а так Что Дальше Гуляем Пока Сигналы Есть Спину Я то ли Сорвал То ли Что Жутко Болит Я даже Не знаю Тяжело Вообще С такой Болью Копать Ну ладно Терпим Терпим Смотрим Итак Как вы думаете Что у меня Сейчас попалось Кто сказал Крест Да Совершенно верно Сегодня Крестовый день И выпал Такой Обломок Женского Креста Под названием Лепесток Вот такой Зачетный Сигнал У меня Снова Выпал Это уже Восьмой Крест За сегодня Вроде бы Как Если не ошибаюсь Ладно Ладно Видно Не суждено Мне сегодня Монету Поднять Семейная Пара Уже Планирует Домой Собираться Так что Заканчивать Коп Буду Наверное Один С находками У них Вообще Плохо Нет у них Ничего Но все еще Впереди Будет А так Продолжаем Смотрим Итак Очередной Был звонкий Сигнал И выпала Вот такая Вот конина Проросла Вот через Корешки Очередная Конина Есть у меня Еще одна Такая же Прямо Практически Один в один Согнута И такой же Дизайн Обычная Конина Ладно Продолжаем Итак Ребят Молодая пара Уезжают Немножко Расстроенные Подняли Они совместно Одну Конинку Мятую И на этом Все Но я Останусь Я не Успокоился Пока Не найду Сегодня Царскую Монету Я думаю Отсюда Не уеду Без Монеты Уезжать Как-то Грешно Ну ладно Ладно Ща Чаек И снова В путь Итак Хочу вам Показать Бобровую Плотину Которую Я часто Показывал Летом У нас Просто Здесь Какой-то Водопад Образовался Вода Сходит Со склонов В общем Очень большой Поток Идет Там Между прочим Никакой речки Нету Это просто Талый снег Спускается Вниз И Входит В нашу Основную Речку Очень Сильный Поток Идет Образовалась Прям Еще Одна Река Ладно Не будем Отвлекаться Пойдем Дальше Ходить По этим Вот Солнечным Склонам Надеюсь Меня Сегодня Дед Удивит С Цариком Без Царя Я не хочу Уезжать С этого Места Итак Ребята Наконец То Как вы Думаете Да 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 Это у нас Выпала Монета Но Монета Я хочу Сказать Не царская Но Достаточно Любопытная Берем В ручке Монету И Это у нас Монета Серебряная Так Фокус Фокус 10 копеек 1923 Года Сохранчик Просто Отменный Просто Супер Блин Ребята Только что Уехали Проходил Я По их Местам Где они Шли И След Следом По их Месту Сейчас Прошел И Вот Она Зачетная Первое Серебро В этом Году Ура 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 Классная Монета Отправляется Конечно Она В коллекцию Можно Смело Положить В кармашек Год 1923 Вековой Давности Нету Так что Смело Можно Держать Его В кармашке Все Остальные Находки Я Выложил На Всякий Случай Так что Вот так Вот Можете Меня Поздравить С первым Серебром Этого Сезона Продолжаем Я все Таки Настырный И буду Искать Царскую Монету Как я Обещал Ну а так Продолжаем Смотрим Интересно Я думаю Еще что Мить Выскочит И так Снова Мне Поперло Поперло Здорово Только что Минуты Две Три Назад Говорил Что Без Царей Я Не Уеду Выкинул Был Сигнал Вот Отпечаточек У нас Остался Судя По размеру Как вы Думаете Что Это Ваше Высказывание Ну да В принципе Размером Две Три Копейки Может Пять Копеек Советы Но Нет Это У нас Царь Вот Он Красавец Красавец Да Это Пять Копеек 1883 Года Вот Это Вай 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 Блин 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 Красота Красота А Три Копейки Черт Я думал Пятак Ну ладно Все равно Зачетная Монета Три Копейки 1883 Года С одной Стороны Довольно Таки Приятный С другой Стороны Судя По всему Наверное Затертый Ну Надписи Вроде Отчетливо Видно Затирать Не буду А то Многие Ругаются Че Зачем Трете Ну Вот Такая Монета Классно Классно Конечно Мы ее Забираем Вот Такая Зачетная Монета У нас Сегодня Выпала Вторая Подряд Монета И мы Продолжаем Ходить Раз Две Монеты Подряд Выпали Не заканчивать На этом Коп Хоть и у спина Здорово Болит Вообще Ноет Стрельнула Как то Не знаю Непонятно Почему Но мы Терпим Наслаждаемся Копом Все Смотрим И ждем Ждем Конца Копа Где я вам Расскажу В чем Будет заключаться Мой Новый Проект Розыгрыши И все Остальное Смотрим Продолжаем Не переключайтесь Итак Прохожу я Мимо Домовой Ямы Вот она Стоит Ямка Был Сигнальчик И выпала Такая Вот Немножко Дефектованная Пуговка Вот Немножко Имеет Изъян Помята Это у нас Орлянка Обычная Орлянка Сзади Интересно Ухо На месте Зачетно Зачетно Сегодня Прям Сигналы Идут Хорошие Осталось Найти Колечко Для полного Комплекта Кресты Есть Монеты Есть Медь Серебро А вот По колечек Пока нету Ну ладно Продолжаем Вон там Свежий Совсем Шурф Такое ощущение Что буквально На днях Вчера Позавчера Копали Ну ладно Ладно Нам шурфить Пока не надо Травка Пока Не вылезла Нужно Пользоваться Случаем Шурфить Мы всегда Успеем Когда Подымется Трава Жара И все Остальное Сейчас Пользуемся Случаем Земля Насытилась Водой Сигналы Идут Отчетливые Хорошие Так что Нужно Пользоваться Случаем И Бить 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 И еще Раз Бить Пустые Выбитые Места Когда Просохнет Земля Сигналов Таких Уже Не будет Ну ладно Продолжаем Был Очень Очень Хороший Сигнал Находка Конечно Шмурдячная Но Решил Вам Показать Вот Такая Алюминиевая Ложка Я бы Ее И не снимал Как все Остальные Находки Но Здесь Вот У нас Имеются Инициалы Именная Ложка М Н Наверное Уже Никто И не узнает Эту ложку Наверное Уже В живых Нет у этого Товарища Наверное М Н Это Михаил Николаевич Или что-то В этом Роде Вот Такая Ложка Поварешка Кто-то Хлебал В свое Время Из нее Щень Ну ладно Оставим ее Земляному Деду Пусть Лежит Ну а мы Продолжаем Двигаемся Уже В сторону Машины Вот Здесь Немножко Еще Промерзшая Земля Лопата Тяжело Сюда Входит Будем Продвигаться В обратную Сторон По Солнечному Склону Там Помягче Ну а так Продолжаем Находки Я думаю Еще будут Итак Ребята По традиции Буду Закрывать Свой коп Обзором Потому что Сегодня Есть Немножко Что Показать Не стыдно Показать Свои Находки На Битом Месте То есть Место Настолько Битое Что Сюда Наверное Больше Камрадов Никто Не будет Приезжать Но После Сегодняшнего Дня Я думаю Все таки Кто-нибудь Сюда И навестит Вот Ну а сейчас Не буду Занимать Ваше Времени Сразу К находкам Ну а сейчас По находкам По находкам Быстренько Пробежимся Вот Такой ряд У меня Конин Получилось Все К сожалению Мятые Какие-то Вот Такая Вот Шкатулки Пуговка Орлянка С ушком Вот Такой Ключик По крестикам Смотрите Как у меня Получилось Три целых Креста И Три Обломка И Вот Такая Зачетная Ладанка Вообще Зачетная Красивая В Сохране Вот Такая Вот Штучка Вообще Классная Вещица Жалко Что Одна Створка Интересный Красивый Такой Орнамент У него Но К сожалению Одна Створка С другой Стороны Тоже Имеется Позолота Сюда Вставлялись Возможно Фотографии Или что-то В этом Роде Вот Такая Штучка Ну и По монетам Конечно же Меня Сегодня Земляной Дед Не обидел Тем Что Монеты Разного Эпох Это у нас Монета СССР Одна Копеечка Затем Монета Серебряная РСФСР Тоже Неплохой Такой Сохранчик 10 копеек 1923 Года И Конечно же Царик Царская Монета Вот Такая Зачетная 1883 Года С одной Стороны Бодрая Но С другой Немножко Затерт Ну а Так Что Я Вам Хочу Сказать Ну и В целом На Битом Месте Вот Такой Результат Я Даже Не Ожидал То Что Битое Место Может Одарить Таким Количеством Подарков Итак Ребята Сейчас Я Вам Расскажу Что Вы Наверное Долго Наверное Ждете В течение Всего Видеокопа Правила Нового Моего Проекта Проект Будет Называться У меня Халява Халява Будет Заключаться Вот В чем Выходя На Коп Первый Сигнал Который У меня Будет Я Имею Ввиду Царский Сигнал Вы Будете Его Видеть Вы Если Заинтересуетесь В данной Монете Вот Вы Должны В комментарии Подписаться Поставить Плюсик Вот И Поставить Лайк Под видео Лайк Почему После Того Как Наберется Под видео 50 Лайков Будет Осуществлен Розыгрыш Этой Монеты Между Подписчиками На Мой Канал И Потом Когда Наберется Определенное Количество Лайков То есть 50 Я Продолжу Разыгрывать Между Теми Подписчиками Которые У меня Остались В комментариях Разыгрывать И буду При помощи Обычно Стандартной Программы Вот Эту Монету Может Выиграть Любой Любой Кто Подписан На Канал Вот Причем Просто Бесплатно Всю Доставку Я буду Брать На Себя Отправлять Буду Почтой России Вот И Каждый Может Поучаствовать В этом Проекте Многие Хотят Например Коллекционировать Монеты Кто Хочет Но Не Имеет Возможности Походить Металлоискателем Но Уж Очень Хочет Заняться Таким Хобби Пособирать Коллекционировать Монеты И Я Даю Такую Возможность Некоторым Людям Которые Не Имеют Никаких Возможностей Могу Таким Способом Одарить В Принципе Правила Практически Нет Никаких Первое Вы Должны Быть Подписчиком Моего Канала Второе Вы Должны Оставить Комментарий Под Видео В Третьих Поставить Плюсик Между Прочим И Поставить Лайк Повторюсь Лайк Это Для Того Чтобы Начать Старт Розыгрыша 50 Лайков И Начинается Разыгрываться Монета Монета Может быть Любая Абсолютно Любая То есть Первый Сигнал Царский Монета Может быть И серебряная Может быть Даже И золотая Естественно Я так понимаю Практически Все монеты У меня Медные Но встречается И серебро Золото Еще не находил Но Черт Может и пошутить Со мной Такую шутку В принципе Вот и все Все Вот эти Правила Ничего Такого Особенного Нету В этом Надеюсь Вам Понравится Розыгрыш Халява Будет Раз В Неделю Вот Так что Не пропускайте Ни одного Видео Может быть Это и в середине Ролика И в конце Ролика Все зависит От того Какие будут Сигналы Потому что Повторюсь Советы Я не буду Разыгрывать Потому что Смысла Нету Просто Нравятся Царские Монеты Царские Будут Разыграны Какого Еще Характера Я их Буду Чистить Доводить До Красивого Состояния По возможности Буду Их Консервировать Чтобы Была Монета Именно Коллекционная Вот И чтобы Ее нельзя Было Продать И все Такое То есть Монета Будет Чиститься Наводится Небольшой Лоск То есть Блеск Вот Патина Будет Родная И Консервация Естественно Потом Монета Будет Просто Напросто Отправлена Владельцу С которым Я По Завершению Розыгрыша Свяжусь Обязательно Найду Или же Он Со мной Свяжется Победителя Буду Опубликовать Вначале Или В конце Видео Так что Вот такой У меня Проект Надеюсь Вам Он Понравится В принципе Почему Я решил Делать Такой Проект Ну Банально Разыгрывать Монеты У всех Все Есть Но Немножко Можно Поднять Адреналин Чик Таким Вот Способом Плюс Такого Проекта Ни у Кого Нет Ну И все На этом Я Наверное И закончу Если Какие Будут Изменения В проекте Я В эфире Вам Все Это Расскажу Вот Можете Даже Сами Как Мне Посоветовать Как Лучше Сделать Вот Я Прислушаюсь К Каждому Совету И Обмозгую Ваше Предложение Так что Все На этом И Закончу Своё Видео Коп Всем Пока И Удачи Кстати Сморчане У нас Скопать Уже Можно Все На Коп Сморкан